Привет, мои дорогие друзья! Привет, коллеги! Привет, партнеры! Я рад вас приветствовать! Меня зовут Алекс Про. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему «Не верь, не бойся, не проси». В разных кругах населения эти три слова интерпретируются по-разному. Мы же сегодня будем обсуждать это именно с позиции интернет-бизнеса и сетевого маркетинга. Давайте разберем первое понятие «Не верь». Никогда не верьте на слово тем людям, которые, во-первых, говорят вам, что любой интернет-бизнес, любой сетевой бизнес – это развод, это лохотрон, это пирамида. Ну как можно поверить человеку, который говорит, что вот у меня соседка, ее сестра там участвовала в МММ, в Амвэй, Арифлейм, да где угодно. Вот она там участвовала, эта Маруська там все потеряла. Ну, ребят, ну это абсолютный бред, вы поймите. Как можно верить тем людям, которые сами через себя это все не пропустили? Верить можно только фактам. Опять же, не стоит верить тем людям, которые говорят, заходите ко мне в проект, в мою тему, мы там зарабатываем сотни, миллионы, тысяч долларов в месяц. Факты. Давайте факты. Покажите свой личный кабинет, покажите свои счета, докажите свои слова, свою состоятельность и состоятельность именно этого бизнеса, именно этой компании, которая приносит такие хорошие доходы, по их словам. Всегда требуйте факты, требуйте доказательств. Не верьте на слово. Не верьте на слово людям, которые, как говорят, что этот проект шляпа, так же, как тем, кто говорит, что этот проект вау-бомба. Давайте факты, ребят. Работает проект или не работает? Доказательства и ничего более. Давайте перейдем ко второму тезису нашей сегодняшней программы. Это не бойся. Не надо бояться отказов. Самое страшное у начинающего интернет-предпринимателя, у начинающего бизнесмена, даже если это реальный сектор экономики, даже если это реальный бизнес, у всех есть огромные опасения, огромные страхи. Если у меня не получится, если мне откажут, если мне не дадут кредит, если меня кинут партнеры, страхи, страхи, страхи. И только страхи переполняют начинающего бизнесмена, предпринимателя, маркетолога, интернет-бизнесмена, кого угодно. Не надо бояться. Не бойтесь отказов. Отказы будут всегда. Знаете это. Даже если у вас самая крутая компания, у вас самый уникальный продукт, все равно вам будут отказы. И знайте, что каждый отказ, это не камень в вас лично. Это не значит, что вы плохой человек, что вы плохой продавец, что вы плохой предприниматель, что у вас товар говно. Это ничего не значит. Это значит, что вы что-то в процессе своей презентации, в процессе презентации своей компании, своего бизнеса, что-то сделали не так, что-то сказали не так, не нашли индивидуальный подход к человеку, к вашему будущему партнеру. Вы не нашли правильных слов. Зато теперь, после того, как вы получили отказ, вы знаете, что не нужно делать ни в коем случае. Как не надо говорить, как не надо презентовать данный продукт. И знаете, каждый отказ – это только дополнительный опыт, это опыт в вашу копилку, это только вам плюс. Просто учитывайте эти неудачи, принимайте к сведению то, что вы сделали не так, и в будущем исправляйте. И каждый ответ «нет» в будущем перерастет в гораздо большее, да, гораздо большее завершение заключения сделок и нахождение наибольшего количества партнеров для вашего бизнеса. Держитесь, не падайте духом никогда, споткнулись – встаньте, идите дальше. Представьте, давайте проведем аналогию, если бы ребенок, год-полтора ребенка, полгода, он начинает учиться ходить. Если бы ребенку были такие же мысли, как у вас, а, я споткнулся, значит, это не мое, я не буду учиться ходить, это не мое. Вы же понимаете, что это абсурд и бред. Этот маленький человечек встает, снова идет, снова падает, спотыкается, набивает шишки, но он встает и идет. Из раза в раз, изо дня в день, из минуты в минуту он делает, делает, делает. Это заложено физиологически, это заложено у нас внутри. И нам надо эти навыки, которые дала нам природа, мать, надо применять ко всем отраслям своей жизни. И к продвижению своего бизнеса, и в предпринимательстве в целом. Так, перейдем к третьему понятию сегодняшней темы. Не проси. Никогда, запомните, никогда не умоляйте вашего потенциального клиента, вашего партнера стать вашим партнером. Не пытайтесь мольбами и просьбами закрыть сделку во что бы то ни стало. Не просите стать вашим партнером, не просите подключиться в ваш бизнес, стать вашим партнером в вашей сетевой компании, в вашем интернет-бизнесе, где бы то ни было, в любой отрасли предпринимательства. Не просите. Просто предоставьте факты, аргументы, доказательства. Человек уже пусть сам взвешивает, надо ему это или нет. И вы должны понимать, это необходимо понимать, что вы даете человеку один шанс. Давайте человеку один шанс, не надо настаивать, названивать, умолять, говорить, да вот тема там огонь, да давайте заходите, да давайте подключайтесь, время уйдет. Давайте человеку всего лишь навсего один шанс. Сделайте развернутую, хорошую, красивую презентацию, потренируйтесь перед зеркалом, потренируйтесь на своих родных, близких, отрепетируйте в конце концов. Если уж вообще никак не получается, но сходите на курсы актерского мастерства, почитайте умных книжек, Киосаки, допустим, послушайте, Довгани, Тинькова, как они делали, строили свой бизнес. Никогда не просите. Если вы выполните эти условия, не верь, не бойся, не проси, вы пропустите это через себя, и тогда вас неминуемо ждет успех. Друзья, поверьте мне, потому что я все это пропустил через себя, я научил этому не один десяток своих партнеров, своих коллег, которые сейчас, сейчас в нашем 21 веке очень успешны в сети интернет, успешны как интернет-бизнесмены, как интернет-предприниматели, как сетевые маркетологи. Это очень успешные люди. Пока вы это не пропустите через себя, через свое нутро, это все воздух, это все пустые слова. Давайте всем вам удачи, успехов и больших профитов. Огонь, ребят!